Какие ассоциации? Какие ассоциации с названием «Профора» и «Слога»? Ассоциации – это выдуманные слова, естественно, этой группой. Потом слова, которые именуются «счастьем», «радостью» и «удачей». Спасибо. Куточку. Так. А, а, волосы, что с волосами? Вот, вот, вот так вот. Нет, вот так вот, вот так вот. Ну, хорошо, давайте так. Ну, так что, какие ассоциации? Звезды оранжевые. А погромче. Можно я скажу? Вот эта группа, которая сейчас играет, они играют нормальный рок-н-ролл. И здесь было бы очень скучно без них. И без звезд оранжевых. Спасибо большое. Возникает с названием группы «Ромбис Локов». Не очень, но мне понравилось. Нет, и название как бы вашего, что это такое «Ромбис Локов»? А я не знаю, как переводится. А, вы как считаете? Не знаю. Большие пингвины. Спасибо большое. Что такое «Ромбис Локов»? Ромбис Локов – это выдуманное слово, которое не существует в языках. Но какое-то отношение оно имеет, вероятно, к латыни и к испанскому. Некоторые, если взять чисто испаноязычные корни, получается «Рим сошел с ума». «Ромбис Локус», допустим. Ну, а иначе, там еще можно разные версии. Но в реальности это придуманное слово, и есть песня об этой сущности, которая подразумевается об этом слове. То есть это нечто из религии майя, допустим. Эта песня появится где-нибудь в четвертом альбоме. У нас сейчас три альбома. Может быть, она будет даже на испанском языке. А историю создания группы расскажите, пожалуйста. Группа? Ну, барабанщик из группы «Каждый воскресенье дождь», в которой в «Вятке» я играл когда-то. Басист в конце выступал из этой же группы. А остальные, как бы, они пришли в рок-лабораторию когда-то, в которой я был руководителем. И постепенно, как-то так получилось, что мы начали играть вместе. Ну, в общем, мы играем уже два года или три вместе эту музыку. А что заставило вас вехать в Москву? Мы играем музыку, которая очень мало требуется в России, к сожалению. И сегодня это в большей степени интернет-проект «Рамис Локас». Потому что, допустим, только в декабре месяце у нас около более, ну, почти 5000 посещений. И основная масса с запада на сайт. То есть, людей интересует очень это. Но не в России, к сожалению, это музыка. Потому что музыка чуть более серьезная, чем то, что звучит по телевизору, уже вызывает какое-то пока что неприятие, может быть. Ну, а для меня, тем более, что я очень давно этим занимаюсь, несерьезной музыкой уже прошла пора заниматься. То есть, я стараюсь более-менее, чтобы было осмысленно все, что я делаю. А свое место в музыке вы как определяете? То же самое можно сказать. Порядка 70 сегодня существует рецензий на музыку, которую мы сделали. Почти все, за исключением, ну, 5-7 рецензий российского происхождения. Основная масса рецензий западных. И в них определяют наш стиль. То есть, место, сегодня кто-то говорит, что это арт-рок, кто-то говорит арт-вейв, допустим, прогрессив, эмбиент, прогрессив, поскольку очень много синтезированных звуков и компьютерного происхождения. У нас в группе профессиональный компьютерщик, который создает все звуки, которые мы сегодня использовали. Они звучат через сэмплы, забитые. Ну, в общем, это довольно сложная система, в живье играет это все. Но именно поэтому нас ценят люди, которые относятся к электронике внимательно. Это взаимосвязь между синтезом и различными слоями. И у нас получилось так, что в мире нас находят и интересуются тем, что мы делаем. А поскольку Вятка это происхождение всей группы, собственно говоря, мы сюда обязательно приезжаем и считаем это как бы, ну, это наши люди. Все. Мы для них играем просто от радости. А среди кировских групп, можете сказать, какие вам наиболее нравятся? Ну, большинство кировских групп, которые я знаю, они входили в рок-лабораторию. Поэтому я бы просто долго перечислять. В общей сложности там порядка 150 музыкантов играло в рок-лаборатории. Ну, конечно же, вот более старшее поколение, допустим, их же несколько волн было, музыкантов. Допустим, группа Музоры, вот где играл Рычков, Илья и так далее. Очень, ну, вот увидели басиста очень хорошего, Кремлёва. Это же такие замечательные музыканты. Они все уехали, к сожалению, но по разным причинам. И если я начну перечислять, это много хороших групп. Я играю тоже с хорошими группами сегодня. А из общеизвестных мировых знаменитостей, что вам наиболее близко подобное? Ну, больше всего, конечно, Битлз, без сомнения, Дженезис и Пин Флойд. Это три группы, с которыми нас, кстати, нашу музыку как бы ассоциирует. Ну, в какой-то мере, может быть, мы являемся продолжателями этого направления. А к нашему русскому року отношения у вас? Никакого. Никакого отношения. Ну, в том виде, в который он существует, допустим, московский рок, там, питерский, я не воспринимаю его как, ну, всерьез, потому что для меня это всегда не существовало. Просто нужно, эта музыка возникла не в России, рок-музыка. Раз она не возникла здесь, значит, мы должны как минимум стараться не хуже их делать. И если до сих пор нет ни одной группы, которая звучит по радио, ну, допустим, в Северные Штаты, а Англии, там, ну, откуда он пришел, то это очень плохо. Если мы сегодня вот в независимом эфире этих стран и других стран Европы, Западной Австралии, там, Соединенных Штатов, Канады, звучим, ну, именно в независимых, то это означает, что мы делаем правильно. Я так думаю. Это, ну, путь, может быть, он как бы как бумеранг возвращается в Россию. То есть нам-то все равно российская тематика наиболее важна. И я всегда говорил, что русский язык основа нашего песнопения, как Стравинский, уехавший когда-то в Соединенные Штаты, сначала в Париж, потом в Штаты, он тоже мыслил по-русски. Точно так же и даже, ну, не в той, мы разных, как бы, занимаемся в разных мирах. Но без этого невозможно. Просто надо сделать не хуже, а желательно лучше, чтобы им было интересоваться. Тогда и нам должно быть не стыдно. Ну и пожелание кого-нибудь всем зрителям 33-го канала, вообще всем кировчанам в связи с Новым годом? Ну, ищите хорошую музыку, ищите ее, потому что она часто не звучит, ее надо действительно найти, как грибы в лесу. Гриб, он не сидит, ну, ты не выходишь в лес, он не сидит и не ждет тебя. Его надо поискать, поработать. То есть хорошую музыку надо искать. И я желаю вам очень хорошей музыки, замечательной музыки в этом году, в 2003-м. Спасибо. Спасибо.